Клиническое наблюдение Клиническое наблюдение Клиническое наблюдение Клиническое наблюдение Клиническое наблюдение Неспецифицированный тип G2 и трижды негативный молекулярный потип по данным иммуногистохимического исследования. По клинической картине данное образование было стадировано как Т1СН1МХ. И с учетом того, что были уже поражены лимфатические узлы, показано проведение неодевантной системы терапии. Мы проводим контроль эффективности лечения. В данном случае контрольное обследование было проведено после второго цикла неодевантной химиотерапии, но уже после родоразрешения. Тем не менее, мы видим с вами еще гормонально активные молочные железы. Это очень хорошо видно на МРТ. Активное накопление, так называемое background enhancement. Активное накопление контрастного вещества практически всей тканью молочной железы, на фоне которой узловые образования четко не определялись. Но можно было оценить состояние акселярных лимфатических узлов, которые на тот момент были увеличены и активно накапливали контрастный препарат. Мамосэнтиграфия на фоне лечения также проводилась. И мы видим с вами активное накопление радиофарм препарата обеими молочными железами, что тоже мешало интерпретировать данные. То есть все-таки гормональное влияние мешало оценке методов и с контрастным усилением и при мамосэнтиграфии. По данному УЗИ отмечалось резкое уменьшение размеров патологического очага. Я акцентировала ваше внимание, что до лечения это было 17 мм. То при контрольном исследовании через два курса это было 5 на 4 мм. Небольшой участок нарушения архитектоники. Определялся единичный локус кровотока. При сонной эластографии уже определялся эластичный тип. И при ультразвуковом исследовании было частичное восстановление структуры лимфатических узлов. Неравномерное утолщение кортикального слоя все-таки еще наблюдалось. Это было расценено как частичный регресс по данным медицинской визуализации. И вот совсем недавное исследование в конце лечения. Мы видим, что уже нет активного накопления контрастного вещества при МРТ. Молочные железы хорошо просматриваются. На таком фоне мы с вами не видим узловые восклюризированные образования. Лимфатические узлы уменьшили в размере, но все еще наблюдается небольшое накопление контрастного препарата. По данным мамосынтиграфии нет активного фона и нет определяемых узлов, которые бы накапливали радиофармпрепарат. Отчетливых узловых образований, технетрилпозитивных очагов, молочных железах не определяется, что можно трактовать как полный регресс по данным медицинской визуализации. Участок фиброза при последнем исследовании по данным УЗИ еще определялся, но он уже был без локусов кровотока. То есть он был аваскулярный, эластичный при эластографии. И ультразвуковая картина акселярного лимфатического узла показала восстановление структуры. И по результатам оценки можно предположить, что мы добились цели, мы добились полного ответа на лечение. Хотя вот этот участок нарушения архитектоники при УЗИ можно определять как ложеопухоли, как участок фиброза, который визуализируется в проекции ткани, где была опухолевая ткань. Ну и вопросы, которые я выставляю на обсуждение. Во-первых, первый вопрос к диагносту, ко мне, к вам. Пожалуйста, включайтесь в дискурсию. Какие диагностические обследования можно проводить на фоне беременности? Потому что мы с вами здесь ограничены, конечно, если мы говорим, что в любом непонятном случае мы должны подключать все возможные методы медицинской визуализации, то что же говорить о таких сложных пациентках, которые под сердцем носят ребенка? Ну, во-первых, конечно же, первый метод – это ультразвук, мультипрометрический ультразвук. Ничто не мешает нам его провести. Единственное, наверное, ограничение – это будет использование контрастного усиления, потому что эхоконтрасты пока не разрешены к применению на фоне беременности. Следующее – маммографическое исследование. Ну, это, так скажем, с большим трудом назначается маммографическое исследование таким пациентам, потому что считается, что будет воздействие ионизирующего излучения на плод. Но все-таки при подозрении на злокачественный процесс, особенно если это ХЕР-2 позитивные формы, а они достаточно часто встречаются у таких пациентов, когда есть микрокальцинаты, у нас есть только один метод, который хорошо видит – это маммографическое исследование. И доза облучения при маммографии, она несопоставимно мала по сравнению с той пользой, которая принесет это исследование. Конечно, мы не назначаем женщинам всем подряд. Да, вот. Только в случае подозрения на злокачественное образование при отягощенном анамнезе. Если у нее есть семейная история рака молочной железы, есть тревожные клинические признаки, что это рак молочной железы. Что касается магнитно-резонансной томографии, есть большое количество публикаций, что МРТ можно проводить на фоне беременности. Даже учитывая то, что положение женщины при МРТ молочных желез на животе, а мы понимаем, что при большом сроке тяжело лежать на животе, но есть определенные укладки, подушки. Но, еще раз, мы можем обойти вот эти ограничения, но все-таки мы видели с вами, да, какое было выраженное фоновое контрастирование. То есть вот это гормональное влияние на молочную железу будет нам мешать. Поэтому, опять же, все зависит от конкретной клинической задачи. Итак, мой ответ будет, что на фоне лечения, на фоне беременности у пациенток практически все вопросы будут решать комбинированное использование ультразвукового исследования и маммографического. Ну, а теперь я переадресую вопрос Тенгизу Тенгизовичу. Вопрос сложный. Как лечить вот таких пациенток? Как лечить пациенток на фоне беременности? Коллеги, добрый день. Наверное, новостей не будет, если я скажу, что рак молочной железы на фоне беременности подвергается точно такому же лечению, как и при ее отсутствии. Единственный момент, Екатерина Александровна сказала, что, учитывая в данном конкретном случае наличие метастатического поражения региональных лимфатических узлов, мы начали лечение с нейлотематной терапией. При такой агрессивной форме рака молочной железы, как у нее, даже если бы у нее не были поражены лимфатические узлы, мы все равно предпочли бы начинать данные лечения с нейлотематной терапии. И если позволите, то так все совпало, удачно, в кавычках, что пациентка обратилась к нам на 27-й неделе беременности, что позволило нам совершенно спокойно проводить нейлотематную терапию. Если такая ситуация случается в начале беременности, то тут уже идет вопрос выбора. Либо мы сначала оперируемся, учитывая сроки беременности, так как в первом триместре и при, так скажем, формировании органокомплекса не рекомендуется начинать химиотерапию, так как это нанесет непоправимый вред, то в данном случае мы бы начали, наверное, лечение с хирургического этапа, а дальше продолжили бы химию в данном случае. А так, в целом, само лечение и схема лечения никак не отличаются у пациенток на фоне беременности с обычными, в кавычках, пациентами. Спасибо. Тенгиз Тенгизович, а возможно выполнение реконструкции молочной железы у таких пациентов? Есть ли какие-то ограничения? Вы имеете в виду после рода разрешения? Да, да. Да, конечно, без проблем. Абсолютно все те же самые условия, которые мы можем воспользоваться при обычных, скажем так, реконструктивно-пластических операциях. То же самое мы используем и у пациенток после рода разрешения. Несмотря на, вы, наверное, имеете в виду лактирующую молочную железу и так далее, да? А прекращаете лактацию? Да, безусловно. Если планируем хирургическое обучение, чаще всего мы медикаментозно прекращаем лактацию. То есть вы не разрешаете ей кормить грудью? Ну, во время хирургического вмешательства точно нет. Дальше, если есть такая возможность техническая, опять же, повторюсь, то противопоказаний с точки зрения клиники никаких нет в принципе. Спасибо. Анна Сергеевна, тогда можно с вами обсудить вопрос, нужны ли патоморфологу данные лучевой картины для оценки патоморфологического регресса. Вот, кстати, тоже я задам вопрос из аудитории. Он был в первой, вернее, во второй сессии. Почему в Питере патоморфологический регресс оценивают по Миллеры, Пейн и РСБ, а в рекомендациях написано, что нужно по ЛАВ... Я забыла фамилию. Да, 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 и РСБ. По другой классификации российского автора. Вот почему в нашем институте действительно и все наши работы как бы основаны на этой классификации. Окей. Но я позволю сначала себе ответить на вопрос, который обозначен в связи с клиническим примером. Вообще, вне зависимости от ситуации, патологу нужны данные лучевого исследования при работе с операционным материалом, особенно если речь идет о надювантной терапии, особенно если речь идет о эффективной надювантной терапии, потому что для того, чтобы оптимизировать забор тканевых фрагментов, чтобы наиболее эффективно оценить степень регресса или наличие остаточной опухоли, в первую очередь минимальной, нам, конечно, необходимо ориентироваться, где находился очаг до начала лечения. И вот в такой ситуации это вопрос икортирования, вопрос взаимодействия, вопрос доступа к данным лучевых методов исследования. Конечно, эта информация нам нужна, она нам помогает. В общем, давать более качественные заключения по этому материалу. Что же касается системы оценки лечебного патоморфоза, то система, проведенная в клинических рекомендациях, я думаю, что она всё-таки изменится там. Её единственное преимущество только то, что она разработана отечественными авторами, она имеет массу недостатков, потому что это неорганоспецифическая система оценки лечебного патоморфоза. Она условно универсальная, с одной стороны, то есть она применяется к оценке патоморфоза к арцином различных локализаций. И другой большой её недостаток, то, что эта система клинически не валидирована. То есть на самом деле мы не знаем, в какой степени та или иная степень лечебного патоморфоза по данной системе ассоциирована с клиническими исходами. То есть понятное дело, что если речь идёт о крайних значениях, то есть это полный регресс или полное отсутствие эффекта терапии, тогда мы понимаем, что клинические исходы в первом случае наиболее благоприятные, во втором – наименее благоприятные. Но система-то четырёхступенчатая, то есть вот эти вот остальные промежуточные категории никаким образом не валидированы. То есть это малоинформативная история. Миллер-Пейн мы используем, потому что это более детализированная система. Эта система была разработана специально для оценки лечебного патоморфоза эпителиальных опухолей молочной железы. И она, в отличие от отечественной системы, имеет клиническую валидацию. То есть мы знаем, в какой степени та или иная категория коррелирует с клиническими исходами, то есть с показателями выживаемости у этих пациентов. Собственно, это было основанием, почему мы для себя выбрали эту систему. Что же касается RCB, то на сегодняшний день это, пожалуй, лучшее из того, что мы имеем. Она всё ещё не является, так сказать, оптимальной и имеет определённые ограничения, безусловно. Поэтому в любом случае использование двух и более систем оценки является более информативным. Мы все должны использовать систему ТНМ. Это тоже своего рода система оценки лечебного патоморфоза. У неё есть свои критерии. Они отличаются от критериев RCB. Это позволяет получить более комплексную информацию по оценке лечебного патоморфоза. Но в любом случае нету жёсткого ограничения по использованию подобных систем. Единственное, что требуется указывать, какую именно систему вы применяли, для того, чтобы было понятно, что вы имеете в виду. Спасибо, Анна Сергеевна. У меня ещё вопрос. Вот скажите, пожалуйста, фон, на котором вы проводите исследование, патоморфологическое исследование, первичные опухоли, он влияет на диагноз? Я имею в виду, пациентка на фоне беременности. Там же будет изменение ткани молочной железы на фоне лактации. Безусловно, гормональные изменения, воспалительные изменения, какие-то фоновые изменения влияют и на макроскопическую оценку, и на выбор участка, который врач заберёт в кассеты. И может, так сказать, осложнять микроскопическую оценку. Поэтому, конечно, вот такие вот ситуации, когда речь идёт о беременности или лактации, они не облегчают нам жизнь. И у нас возникают те же сложности, что и у вас, в том числе, потому что это плотная железа, которая имеет структуру отличную от той, к которой мы привыкли. Поэтому эта информация, конечно, тоже должна быть предоставлена патологу. То есть, соответственно, в заключении направления на гистологическое исследование обязательно нужно написать, что пациентка на фоне беременности, на фоне лактации, да, чтобы как бы... Да, беременность, срок беременности. Срок беременности. Понятно. Спасибо. Коллеги. Тогда мы переходим к следующему вопросу. К следующему клиническому наблюдению. Пациентка, 32 года, онкологический анамнез не отягощен. Здесь похожая история, но, да, то есть... И вот тоже данные злокачественного образования можно отнести к раку молочной железы, ассоциированному с беременностью, потому что наверняка он развивался много месяцев, а может быть и лет. Но у данной пациентки роды были в 21 году и 2 года она кормила грудью, при этом постоянно у нее были жалобы на лактостазы, на дискомфорт в молочной железе. И при ультразвуковом исследовании долгое время те изменения, которые определялись, классифицировали как множественные папилломы. Но так как проявления нарастали, было рекомендовано МРТ молочных желез. И вот такая вот картина... Так, а можно запустить видео? Если щелкнуть направо, да, вот сюда. И по данным МРТ мы видим с вами множественные гиперваскулярные узловые образования, которые выполняют, да, где-то две трети молочной железы. Они имеют... Многие из них имеют четкий контур. Но вот здесь как раз сочетание, вот то, что мы говорим, внутрипротоковый компонент, который можно увидеть по данным МРТ, да, и узловые образования, и зоны контрастирования, линейные, сегментарные формы. Поэтому здесь, конечно, проблема достаточно обширная. По данным мультипрометрического УЗИ, которое выполнялось уже в специализированном учреждении, уже по данным МРТ, мы прекрасно понимали, что имеем дело со злокачественным новообразованием. По УЗИ было выявлено, вот так вот локализовано, только четыре узла, да, а по МРТ мы видим, ну, я не знаю, в 10 раз больше патологических изменений, чем смогли локализовать при УЗИ. Нету данных маммографического исследования, но предположу, что из-за плотной молочной железы мы тоже бы особо ничего не получили. Поэтому здесь основные методы диагностики это ультразвуковое и магнитно-резонансное. Узлы, которые определялись, одни имели четкие контуры, другие имели нечеткие контуры, но все они были гиперваскулярные, с активным кровотоком и при сонной эластографии, да, мы видим вот такой вот синий яркий цвет, жесткая структура. Под контролем ультразвука была выполнена трепанбиопсия и по результатам гистологического исследования это инвазивная карцинома правой молочной железы и если мы будем смотреть иммуногистохимический статус, люминальный Б, ХЕР2, отрицательный молекулярный подсип. Акселярные лимфатические узлы были интакты, интактны. Вопрос на обсуждение, да, какие диагностические обследования можно проводить на фоне лактации, но тут нас ничего с вами не ограничивает, мы можем проводить все исследования, единственное, конечно же, лактацию необходимо остановить, да, потому что уже, наверное, в этом нет особого смысла, я имею в виду, и для малыша, и для мамы, и проводить все диагностические исследования. Кстати, тоже есть опыт взятия биопсии у пациенток, которые кормят малыша, делается анестезия, да, мы проводим биопсию, просто женщина этой грудью три часа, да, ну, максимально сколько может, дольше не кормит, может сцеживать, да, там, один или два кормления, а потом совершенно спокойно может опять дальше кормить. Вот, у меня вопрос к Тенгизу Тенгизовичу, вот, при таких формах рака молочной железы, ну, возможно, как бы порассуждать о мультифокальных, мультицентричных, да, какие реконструкции возможны, как вот, чтобы пациентки понимали, что грудь можно сохранить в такой ситуации, какие возможны хирургическое пособие можно сделать? Безусловно, возможно, все будет зависеть от того, какая у нас стадия степенно распространения опухолевого процесса, учитывая, что у нас здесь в данном случае самая, ну, мультифокальная, мультицентричная форма, в принципе, это никак не повлияет на возможности реконструктивной хирургии. Скорее всего, и будет предложено, или было бы предложено, если не заинтересован сосково-оролярный комплекс, там, астектомия, сохраняющаяся одномоментная установка импланта, либо возможный экспандер, а все зависит от конкретного клинического случая, в принципе. А так, все возможности, которые мы сегодня используем, и простудивно-пластические в нашей практике, как ежедневной, можно будет применить и при данной клинической ситуации без проблем. Тенгиз Тенгизович, а что, как обстоят дела сейчас с пациентками, у которых подтверждена мутация ДНН, например, Берсет-1, Берсет-2, и вот как раз вчера выступал профессор именитов и говорил о том, что профилактическое удаление, это, конечно, спасает жизнь, и как это важно, как это нужно. Вот что практически сейчас, как происходит на стране? Слушайте, не могу не согласиться, Сергеем Новичем, безусловно, в этом отношении он абсолютно прав, но, как говорится, это всего лишь рекомендация для наших пациентов, мы с пациентами обсуждаем этот момент, в том числе и возможности билатеральной мастектомии, есть, я вам открою, может быть, секрет, ряд пациентов, которые категорически отказываются даже от, ну, если есть техническая возможность сохранить молочную железу, пациентка не дает согласие на мастектомию, такие ситуации тоже существуют на самом деле, они не редки, у нас в отделении это происходит ежедневно, а так, безусловно, все возможные, скажем так, варианты развития ситуации с пациентами обсуждаются, все возможные осложнения, которые могут возникнуть на фоне того или иного хирургического пособия, если пациент соглашается с лечим врачом, учитывая все возможности, и если мы можем сохранить в этом плане равновесие между онкологической безопасностью и эстетическим моментом, безусловно, мы эти операции выполняем, а что касается мастектомии на здоровой молочной железе, если у пациентки уже стоит диагноз рак молочной железы, то речь идет о профилактической мастектомии, безусловно, ее в рамках нашего отделения мы можем выполнить, но, к сожалению, пока, пока это никак не финансируется с точки зрения госгарантий. плавно, можно выполнить плавно? Да, безусловно. Спасибо. Третий вопрос, его часто задают пациенты, некоторые врачи на конференции, вот, Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, как происходит патоморфологическая оценка мультицентричной формы рака? Вот, есть необходимость брать биопсию из, там, нескольких очагов, или нам достаточно подтвердить, верифицировать, как в данном случае мы взяли биопсию из наиболее крупного и провели гистологическое и моногистохимическое исследование. Может быть, в каком случае нужно выполнять из нескольких очагов? Я скажу, как мы делаем на своем уже уровне, когда у нас имеется образец молочной железы с несколькими очагами. Исследуются все очаги, бесспорно, гистологические, более того... Это послеоперационный материал? мы сначала пойдем от операционного материала и исходя из этого можно сформулировать некоторые рекомендации, когда можно задуматься, может быть, о биопсии нескольких очагов. То есть мы исследуем все представленные очаги или все очаги, которые на этапе макроскопического исследования подозрительны в отношении опухолевых. Более того, исследуется ткань железы между узлами и расстояние измеряется для того, чтобы понимать, что это действительно разные изолированные очаги, а не такой узел по типу песочных часов с тонкой перемычкой или там есть какие-то предопухоли, прединвазивные изменения, которые объединяют эти узлы. Что касается иммуногистохимического исследования, то, исходя из соображений здравого смысла и международных рекомендаций, тестируется либо узел с наименьшей степенью дифференцировки, то есть наибольшим грейдом, который фактически будет определять прогноз, либо, если есть такая возможность, исследуются узлы, которые имеют различные гистологические характеристики, то есть разный грейд, допустим, гистологический. Мы в своем учреждении имеем такую возможность в определенной степени до сих пор. Есть способы, так сказать, снижения финансовой токсичности при таком расширенном исследовании, то есть если узлы действительно здорово друг от друга отличаются, тогда мы тестируем иммуногистохимические оба узла. Если они очень похожи друг на друга, тогда мы тестируем один из узлов, который имеет наихудшие черты. Исходя из этого, можно собственно и на дооперационном этапе неким образом размышлять относительно того, биопсировать ли несколько узлов. Если они имеют различные лучевые картины, то может быть имеет смысл, если это возможно, биопсировать несколько узлов, но в стандартной практике этого не требуется. Анна Сергеевна, а если, например, мы имеем дело с билатеральным процессом, но они визуальные характеристики имеют одинаковые, что узел вправо и что узел левый, нам все равно же нужно сделать биопсию? Это разные органы. Это разные органы. Разные органы требуют верификации в каждом из органов, что имеется злокачественный процесс, безусловно. Это ситуация несколько иная. Если в одной молочной железе мы видим разные морфологические характеристики опухоли, то есть они не похожи друг на друга, то нам надо брать из двух образов. По возможности. По возможности. Либо мы тестируем тот очаг, который имеет наиболее агрессивные характеристики, либо мы тестируем оба. Потому что возьмем пример с вами банальный. У нас есть один узел, который имеет ГРЭ-2 и хорошую гистоархитектонику, и второй узел, который имеет черты трижды негативного рака морфологические и ГРЭ-3. Конечно, именно вот это новообразование в большей степени будет влиять на прогноз заболевания, и нас интересуют его характеристики в большей степени, чем того узла, который имеет более высокую степень дифференцировки. Поэтому, исходя из этого, конечно, из практических соображений имеет смысл тестировать именно этот узел. Исходя из академических соображений, конечно, интересно оценить степень гетерогенности процесса в пределах одной железы, в том числе на фенотипическом уровне, и хочется посмотреть, насколько фенотип у них отличается. Это разные задачи. У нас, кстати, с вами есть клиническое наблюдение, когда инвазивная дольковая карцинома и было много фокусов инвазивной дольковой карциномы. Ну, вот такие классические узлы, это была классическая инвазивная дольковая карцинома. И один узел, который отличался очень от других, он имел гиперэхогенную структуру по ультразвуку, он имел четкие контуры при МРТ, а он оказался плеаморфный, дольковой инвазивная То есть, в данном случае нам обязательно вот как раз и нужна была эта информация, чтобы прогноз будет по самому, так скажем, агрессивному типу. Во-первых, вот эта степень морфологической гетерогенности позволяет вам сопоставить морфологические данные с лучевыми, понять, что вы видели действительно опухоль, а с другой стороны, действительно, плеаморфный солидный вариант инвазивной дольковой карциномы имеет более агрессивные молекулярные характеристики и более агрессивное клиническое течение, чем классическая дольковая карцинома, которая является гормонзависимым раком. Плеаморфные карциномы могут терять экспрессию гормонов и могут иметь трижды негативный фенотип, как правило, имеют более высокий индекс пролиферативной активности, поэтому, конечно, если выбирать узел для типирования, имеет смысл типировать именно плеаморфный солидный вариант такой ситуации.